И всем привет, ребята, с вами GameStudio, и я продолжаю делать обзор страшных мест GTA 5, как я обещал. Я сделал вам сегодня офигительный, ну, не знаю, офигительный или нет, будет обзор этих страшных мест. Их будет всего два. Первая это ферма О'Нилов, а вторая это Мотель. Первая ферма О'Нилов это лаборатория, где они производили наркотики. По сюжету Тревор всех их перебил и взорвал эту самую ферму. Мы с вами её сейчас пойдём и разведуем. Есть легенда, что там можно услышать плач ребёнка. Я даже видел видео в Ютубе, но далеко не у всех это получалось сделать. Возможно, какой-то скрипт там не прогружался. Я специально, ребят, поставил ночь, взял опять фонарик от первого лица и прибавил громкость. Так что вы можете сейчас, в принципе, прибавлять звук на максимум. И сейчас будем изучать это место и слушать, что там вообще происходит. Ну, поехали. Так, достаточно, знаете... Ой. Достаточно жутковато. Мне здесь пришлось взорвать вертолёт, который вон там. Он справа, там, короче, вертолётная площадка есть. Достаточно жутковато здесь всё выгля... Я испугался этих тряпок. Да, жутковато. Тут разбитый комп. Чего здесь только, походу, и не было у них. Но у них реально была большая ферма, потому что... По сюжету охереть. Как эти тряпки вообще сохранились? Они же должны были сгореть. Это вообще штора, да? Это шторы. По сюжету вообще... Был очень большой дом это внутри. Потому что внутри я там очень много где ходил, много кого убивал. Знаете, как будто специально сделали проход для тех, кто будет изучать это всё место. Ой. Так. Ага. Ага. Ну, вроде, пока что ничего не слышно. Ну, может быть, я что-то услышу. Я буду стараться, помимо разговоров, ещё пытаться что-то слушать. Так. Ну, опять же, разбитый компьютер. Знаете, как будто разработчики взяли тупо. Скопировали модель компа и сюда вставили. Одну модельку сделали. Шторы тоже сгоревшие. Так. Ладно, что у нас здесь имеется? Здесь у нас опять же... Вот, знаете, как будто диван и не сгорел почти. Он реально как будто не тронут был огнём. Хотя здесь всё так бывало. Посмотрите на эти разрушения. Здесь была полная жуть. Опа. Так. Здесь у нас опять же ком, батарея. Это батарея, да? Там у нас диваны, кровати, матрасы. Так. Ага. Здесь мы ещё с вами не были, да? Здесь тоже ничего необычного. Опять же, батарея. Ну, здесь опять монитор. Нет, туда мы не пойдём. Давайте сейчас залезем. Может, на второй этаж у нас получится вообще это сделать как-нибудь? Так, может... Да, у нас получается это сделать. Залезть на второй. Ой. Тихо, Тревор, не падай. Так. Ну, здесь тоже ничего необычного. Нет, в принципе, батарея. Так. Хм. Тоже какие-то тряпки висят. Возможно, тоже шторы. Потому что здесь, по-моему, даже три этажа было. Здесь ещё и подвал был. Но лично я плача никакого ребёнка не слышу. Я вообще ничего, кроме этих... Этого кряканья уток, ничего не слышу. Я думаю, если бы был плач, то бы я его услышал. Потому что у меня звук всё-таки громче, чем у вас сейчас в Ютубе. Потому что у меня сами по себе наушники громкие. Ну, ничего здесь необычного такого нет. Но обычный сгоревший дом. Но он выглядит всё-таки жутко. И... Круто, что после взрыва он не пропал. Потому что такое бывает в некоторых играх, что... Уничтожает, когда дом, как бы, типа, локация пропадает сразу. А это вот, смотрите. Вот такой вот сгоревший дом. Блин, прикольно. Это всё равно выглядит со стороны. Можно попробовать сейчас как-то попробовать обойти сзади. Может, мы что-то с вами здесь найдём. Хотя, в принципе, что мы здесь с вами можем найти? Это вот интересно, а это здание было у Нилов или нет? Здесь, кстати, на нём что-то написано. Офигеть. Так, ну, здесь тоже ничего нету. Чёрный вход, да? Да, ничего тут такого нету. Ещё один вход. Охренеть, сколько у них здесь всего. А что это такое вообще? Это... Как-то фермушек какая-то. Это их вообще здание? К ним относятся или нет? Здесь можно зайти сюда, нет? Блин, здесь темно. Смотрите, что там есть. Там ничего, походу, нету, да? Да, там ничего не видно. Коу Синс Холдинг. И солнышко. Знаете, солнышко похоже на глаз. Перевёрнутый вот так. Если перевернуть голову, типа глазик такой. Ладно, ребят, давайте, знаете, теперь куда... Кстати, я не показал, где эта ферма, по-моему, находится. Вот здесь она находится. А, возможно, я и показал. Ну, вот, на всякий случай ещё раз покажу. И сейчас мы пойдём с вами ещё в одно место. Это место мотель. Вот тут вот находится мотель. Давайте сейчас туда сразу поставим значок. И телепортнёмся. Так, 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 так. Заброшенный мотель. Вот он, ребята, находится. Этот самый заброшенный мотель. Есть легенда то, что... Ну, вообще, как бы в этом отеле, типа, очень много убийств происходило. Какая-то баба, это шлюха, что ли? Эй, девочка. Ты пьяная, что ли? Это кто? Ты пьяная, девочка? Ты пьяная или трезвая? Всё, 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 всё. Не буду это себе доставать. Тут бомжи, да? Находятся. Тут очень много людей, я так понимаю, самоубийство сделали или убили. Очень много людей. Что-то типа этого, короче, есть какая-то такая наподобие легенда. По неизвестным причинам закрылся... Гнида, а? Закрылся этот мотель. Непонятно, почему он закрылся. Кошка, сука, гнида тупая. Ещё одна кошка. А сколько их здесь находится, а? Давай сейчас потихонечку всё здесь изучим, посмотрим, что да как. Очень много здесь каких-то звуков непонятных, ребята, происходит. Ещё, что ли, одна кошка? И где она? Она прям как будто... Они меня сбивают, честно. Эти кошки. Там ещё какая-то свинья, что ли, бегает. Там кто-то хрюкал. Или кабан. Здесь, опять же, бомжи находятся. Бомжи-негры, ладно. О, корзинка из супермаркета. Так, ну... Так, 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 давайте поднимемся наверх, посмотрим, что там на втором этаже, наверное, да? Пока ничего странного. Обычно заброшенный мотель. Как бы атмосферка, конечно, жуткая. Но вот страх она не внушает, честно, мне... Опа, бомжик опять лежит. Ладно, ладно, спи, не буду я тебя будить. Никаких таких стуков, так и, ну, там волки орут, воют. Какие-то постукования, знаете, вот сейчас послушать надо. Какая-то бумага, что-то стучит, что-то дует. Ветер, кошки, короче. Машины, обычная атмосфера. Обычного города. Здесь как будто... Чё здесь? А здесь чё произошло? Хер, здесь крыша... О! Нормально так. Выход на крышу. А вот как нам туда попасть, на то здание? Тут же как-то можно... Это моя тень, я испугалась, думаю, кто-то там бежит. Мы же туда можем как-то попасть или... Или... Ну, посмотрим. По-моему, там можно попасть как-то. Давайте сейчас спустимся тогда сюда опять. Кстати, а вот в темноте здесь жутко выглядит всё. Блин, я испугался косяка. Не, в темноте реально здесь жутко и... Страховато так, знаете, ходить здесь, когда ты ничего здесь не видишь, ни черта. Но мне нравится. Ну, прям вот чтобы мурашки бежали. Конечно, такого здесь нету. Обычный заброшенный мотель. Вот только кошки здесь где-то. Как я сказал, чтобы мурашки бежали. Представьте, у меня побежали мурашки. Вы не поверите. Где он? Что за звук это был сейчас? Как будто кто-то дверь какую-то открыл. Странные сейчас звуки начались какие-то. Они мне вообще как-то не нравятся. Эти звуки. Но мотель, он... Все комнаты, они... Стандартного вида. Блин, реально, звуки постоянно какие-то происходят. Давайте пошли, пойдемте проверим, короче, с вами. Другую местность. Вот тут вот посмотрим, что это как. Да вы достали, а? Что за кошки здесь ходят? Я-то их нихрена не вижу только. Они как будто у меня прям, знаете, прям под ногами или возле... Вот на голове сидят как будто и это... Мяукают. Здесь я не знаю, что было. Может, здесь какая-то... Тут даже не стоянка. Я не знаю, что это такое, честно. Даже предположить не могу, что это такое было. Так, ну мы там еще с вами не разведывали. Но я думаю то, что... А, вон там какие-то люди ходят. Идентичная постройка. О, это бассейн, что ли, был? Нихера себе. О, тут записка есть. Нормально. Найдена обрывка. Кстати, вы мне писали то, что я возле шахты обрывок потерял. Я так понимаю, 50 обрывков... Их в разных местах надо найти, да? И, если я не ошибаюсь, в страшных каких-то местах. Ну, блин, тут и бассейн был. Здесь вообще все круто было. Я смотрю, тут крысы бегают. Но мне почему-то кажется, что... Че, и полиция вон едет. Что постройка идентичная. Все построено... Да, все в принципе... Там кто-то... Какие-то выстрелы произошли. Все построено... Индентично. То есть вообще никаких изменений нету в плане постройки. Поэтому давайте сейчас сразу на крышу, наверное, зайдем. Посмотрим, что мы можем на крыше найти. О, чайка. Ага. Не удалось мне ее пянуть. Ну, крыши тоже. Да, КТП! Где вы? Знаете, кошка как будто прям вот на голове реально сидит и мяучит. И мурлычет. Вот непонятно. И здесь просто куча этих кошек. Давайте сюда вот сходим. Без фонарика жутко. Ходить. Страшно. Темно. А когда ты фонариком светишь, ты в принципе все видишь и ты понимаешь, что происходит. Поэтому не очень страшно, ребята. Ну, я думаю, давайте на этом закончим. Ну, не знаю. Ну, не очень жутко, конечно, место. Человеку, у которого психика не настроена на хорроры, может, было бы и страшно. Но и я, как бы, человек, у которого психика на хорроры не настроена. Поэтому не совсем. Но мне не совсем понравилось. Как бы, ну, страшно, страшно. Да, как бы, там, устрашающе. Только проститутка, наверное, меня напугала. Потому что непонятно, что она здесь делает. Еще и пьяная. Когда на нее светишь, она сразу становится трезвой. Вот так вот, ребята. Если вам понравится это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Напишите мне в комментариях, какие места можешь мне посетить в GTA-шечке. И с вами была GameStudio. Всем пока-пока.